МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгов нет. Ненецкий округ единственный субъект Российской Федерации, не имеющий внешней задолженности. День оленя. Как идет подготовка к одному из самых массовых праздников округа, расскажем очень скоро. Трудотерапия как рецепт спасения подростков от криминального будущего. Детская преступность в округе не хочет идти на спад. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Ненецкий округ удерживает лидерство по объему государственного долга субъекта. В этой графе стоит ноль. НАО является единственным субъектом России, у которого отсутствует внешняя задолженность. Этот показатель стал темой обсуждения в программе «Давыдов. Индекс» на телеканале РБК, в которой принял участие глава округа Игорь Кошин. Ведущий Леонид Давыдов назвал такую цифру одной из главных заслуг Ненецкого округа. Ненецко-автономного округа, задолженность в разрезе округа. Там цифра ноль, наконец-то мы видим. Наконец-то среди наших гостей нашелся ЧПО. Разговор затронул такие темы, как перспективы Северного морского пути, инвестиционную политику Ненецкого округа, передачу полномочий из Архангельска в Наринмар и работу недропользователей в регионе. Игорь Кошин рассказал о Харягинском СРП, проектах «Башнефть» и «Лукойла». Ненецкий округ остается привлекательной площадкой для крупных инвесторов, которые готовы к работе в практических условиях, уверен глава региона. Кроме того, в студии обсудили 7-летний договор о передаче полномочий из Архангельска в Наринмар. Ямочный ремонт Наринмарских дорог планируют завершить к 25 июля. Об этом доложил директор Наринмар-доримстроя Евгений Елисеев на еженедельной губернаторской планерке. Обсудили и другие социально значимые вопросы. Так говорили о Северном завозе. Топливо уже доставлено в большинство населенных пунктов округа. Качеством угля жители довольны. А вот в Усть-Кару и Амдраму уголь, дрова из топлива завезут только в августе-сентябре. Топливо до сегодняшнего момента еще не подставлялось. У нас, к сожалению, стоит ледовый покров еще на море. То есть лед достаточно плотный. Но, наверное, эта история произойдет не раньше, чем в августе. Потому что, по прогнозу осмотрю, в этом части все безрадостное. Южного ветра сильного нет. Обсудили и проведение национального праздника День оленя. В этом году праздничные мероприятия начнутся раньше обычного. Уже 30 июля первые борта будут отправлены в Колгуев, в СПК «Харп» и «Рассвет севером». 31 июля и 1 августа подарки получат оленеводы СПК «Канин». 1 августа День оленя отметит в СПК «Дружба народов» и «Путили и Чам». В СПК «Индига» и «Жимской оленеводи и Ко» оленеводов будут честовать 2 августа. 4 и 5 числа вертолеты будут возить гостей и подарки по семейно-родовым общинам «Малоземельям». А 5 и 6 августа праздник завершится уже на просторах Большеземельской тундры в общине Ямпто. Финансирует праздник управление по делам коренных малочисленных народов администрации Неницкого округа. В данном режиме подготовка и проведение Дня оленя, на этом деле проводим итоговый комитет. И также готовимся к проведению Дня коренных народов, который отвержен в СПК «Дружба народов» и продан на реку Петербурга 9 августа. Подростковая преступность в Неницком округе не хочет идти на спад. Уголовные дела в адрес несовершеннолетних правоохранительные органы заводить не перестали. Насколько тревожна ситуация и где выход? Пытались разобраться члены комиссии по делам несовершеннолетних. 74 несовершеннолетних состоят на учете в правоохранительных органах. При этом один условно осужден к лишению свободы, еще один условно досрочно освобожден. Присматривают правоохранители и за родителями. 11 семей не исполняет свои родительские обязанности должным образом. Список регулярно пополняется. С начала года под надзором полицейских оказалось 25 несовершеннолетних, а 17 с учета снято. При этом число уголовных дел против малолетних граждан неуклонно растет. У нас в этом году в отношении несовершеннолетних уже возбуждено 22 уголовных дела. В прошлом году их было 13. То есть вот этот факт, он немножко является негативным, поэтому нам нужно сосредоточить все усилия, чтобы снизить рост подростковой преступности. Рецепт спасения подростков от криминального будущего знает начальник управления труда и соцзащиты Сергей Сверидов. Правда, только в летнее время, но способ действенный. Сегодня мы имеем факт сокращения количества детей, которые трудоустраиваются несовершеннолетних, из-за увеличения стоимости работы. Соответственно, мы очень сильно сократили количество детей, которые были трудоустроены. В адрес администрации прозвучало предложение увеличить финансирование программы летнего трудоустройства подростков. Если не выйдет, установить лимит по времени работы, чтобы хотя бы по месяцу смогли потрудиться все желающие подростки. На работе гораздо меньше шансов влезть в авантюру, которая закончится уголовным делом. Однако такая мера является точечной, и для снижения подростковой преступности работа должна идти системно по многим направлениям. Дмитрий Щепанов, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Глава Нинецкого округа Игорь Кошин дал конкретное поручение руководителям исполнительной власти региона по итогам поездки в поселке Харивера-Харута. В ходе рабочего визита на восток округа глава региона лично проинспектировал строительство объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры, провел встречи с депутатами сельских советов и населением отдаленных поселков. Поездка на восток началась с посещения Харивера. Глава региона вместе с руководителями органов власти округа из-за полярного района побывал на одном из долгостроев зданий дизельной электростанции. Проблема на сегодняшний день решается исключительно в правовой плоскости. Арбитражный суд на основании иска администрации заполярного района присудил недобросовестному подрядчику компании «Печорстрой» штраф в размере 37 миллионов рублей. Еще один долгострой Харивера, который планировалось сдать в эксплуатацию еще в прошлом году – участковая больница. Здесь перспективы более радужные, и принять здание в эксплуатацию смогут уже в ближайшее время после устранения выявленных недостатков. В начале августа в поселке ждут приезда специалистов, которые приступят к монтажу уже завезенного медицинского оборудования. Жители Харивера на встрече с главой округа задали накопившиеся вопросы. Так интересовались подробностями проведения кампании по северному завозу топлива, доставки строительных материалов в населенный пункт, в том числе выделением песка для строительных нужд. В этой связи глава региона Игорь Кошин поручил своему заместителю Сергею Чибисову ускорить выполнение давно поставленной задачи по обеспечению строительным песком индивидуальных застройщиков на селе. Сейчас прольвемся на короткую рекламу, и вот что вы увидите далее. Не оставляйте без противоугонных средств и без присмотра. На Ринмаре начался сезон краш велосипедов. Полоса препятствий или не пройти, не проехать. Дориумстрой продолжает сооружать непроходимые дороги. Продолжение следует... Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Пропал без вести. В ОМИ пятый день продолжаются поиски 24-летнего молодого человека. Он ушел из дома в ночь с пятницы на субботу. И по настоящее время местонахождение его неизвестно. В поисках принимают участие родные потерявшегося, местные жители и сотрудники МЧС. Мы связались с главой ОМСКОГО Селесовета Ольгой Чуповой. И вот что она рассказала нам по телефону. Жертвой воришек стал несовершеннолетний житель поселка Искателей. Из собственного подъезда у него украли велосипед. О пропаже двухколесного транспорта родители мальчика сразу же сообщили в полицию. Сестра жертвы воришек показывает полицейским, где обычно стоял велосипед. И хотя все жители дома прекрасно знали, что дверь в подъезде практически всегда открыта, противоугонное средство хозяева двухколесного транспорта не использовали. Говорят, даже подумать не могли, что он кому-нибудь понадобится. И его угонят. Причем средь бела дня. Как поясняет заявитель, велосипед находился на лестничной площадке. Никаким противоугодным средством он не был оборудован. Сотрудники полиции просили соседей, возможных очевидцев и несовершеннолетних подростков, поскольку велосипед принадлежал 11-летнему мальчику. Сейчас стражам порядка предстоит установить личности воришек. Зацепок пока не так много. Впрочем, практика показывает, что чаще всего подобные преступления успешно раскрываются. Кстати, в июле это уже не единственный случай, когда из подъезда пропадает велосипед. По настоящее время в МВД России по НАУ зарегистрировано 10 краш велосипедов. Причем только 4 – это в июле. И все велосипеды были похищены из подъезда в жилых домах. Сотрудники полиции еще раз убедительно просят жителей Нинецкого округа не оставлять на длительное время свою технику без присмотра, а особенно без специальных противоуголных средств. Надежда Литкова, Олег Котензейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Не пройти, не проехать. Собственники сразу нескольких гаражных кооперативов в районе очистных сооружений оказались в настоящей блокаде. Вот уже почти две недели они не могут подобраться к строениям на автомобилях. Всему виной разбитая песчаная дорога. Недавно коммунальщики начали возводить новую. Старую перекрыли, а территорию засыпали огромной песчаной кучей. Теперь все машины, включая грузовые, ездят перед гаражами. Другого пути пока нет. Колеса очередного автомобиля неподвижные. Машина Игоря Макарина зарылась в песке. Сократить свой путь с кармановки до города ему не удалось. Теперь шутит мужчина о срочных делах можно позабыть. Лопата и доски выбраться из песка не помогают. На помощь подъехал другой водитель. Несколько плавных нажатий на педаль газа и машина освобождена. На этом приключения Игоря не закончились. Только стоило сдать задний ход, как колеса автомобиля вновь зарылись в сыпучем песке. Ребята только что смогли выбраться из ямы. Проехали буквально три метра и вновь застряли. Сейчас пойдем вместе все помогать. Не остался в стороне и наш телеоператор. Несколько недель назад на грунтовой дороге, проходящей возле очистных сооружений, начался ремонт. По плану ее хотят заасфальтировать. Соответственно, популярный путь среди наринмарских автолюбителей на неопределенное время перекрыли. Машины начали ездить вот по этой дороге, возле гаражей. И легковые, и грузовые, включая КамАЗы. Печальных последствий ждать долго не пришлось. Грунтовка полностью разбилась и теперь больше стала напоминать песчаные барханы. В свои гаражи попасть не могут десятки человек. Если пешком пройти еще можно, то на автомобиле, особенно легковом, и близко не подъехать. Гаражи есть, попасть не можем, света нету, весной плаваем, летом заехать не можем. Если у кого полноприводные машины, те заедут. А у кого легковушки, они у дома их держат. Ну что, сами видите, тут не пройти, тут вообще не проехать. Для вас, как для жителя, насколько вообще-то неудобно? Что сделаешь? Кому что скажешь? Неудобно? Не ходи. Что заставляет ходить? Не ходи. Собственников гаражей сейчас волнует всего один вопрос. Когда откроют основную дорогу возле очистных сооружений? Ведь пока она не заработает, машины и дальше будут ездить возле кооперативов. Время съемки репортажа на строительной площадке нам удалось встретиться и пообщаться с мастером Доримстроя, который занимается реконструкцией дорожного полотна. Впрочем, говорить что-либо на камеру мужчина категорически отказался. Дозвониться на предприятие нам тоже не удалось. Пусть в офисе постоянно отсутствует начальство. Видимо, все дороги ремонтируют. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. После нам все же удалось связаться с главным инженером предприятия Доримстрой. Сергей Шабунин рассказал в телефонном интервью о сроках строительства новой дороги, которая соединит улицы Полярная и Рыбников. Снова прервемся на короткую рекламу. Сразу после нее продолжим. Современное искусство нон-стоп. И днем и ночью под открытым небом жители столицы могут увидеть выставку скульптур. Тему продолжится Кирваффин. Желаете новую мебель? Мечтаете об эксклюзивном дизайне? Ищите, где же ее заказать? Так это ж очевидно! Поскольку в Клевере опытные дизайнеры и летние скидки. Следовательно, мебель лучше заказать именно там. Мебель в классике или модерне? С витражом или фотопечатью? В Клевере вы сможете с легкостью выбрать материалы для вашей мебели из огромного ассортимента и наслаждаться полученным результатом. Звоните нам прямо сейчас. 8 911 590 54 64 Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Мы продолжаем выпуск. Перспективы туризма, изучение маршрутов и расширение собственного кругозора. Именно за этим отправились на Солиндей работники Туристического культурного центра. Весь путь занял два дня. Эколого-краеведческая экспедиция, как сами назвали ее участники, оправдала свое название. Кстати, ее маршрут прошел по тракторной дороге, оставленной геолого-разведчиками. Поэтому ягельный покров тундры не пострадал, уверяют участники. Местность в районе озера Солиндей оказалась сильно загрязнена. Собственными силами работники Туристического центра убрали территорию, но в планах организовать там более масштабную уборку. В будущем, в сентябре, мы планируем туда забросить экодесант, чтобы там прибрались. Потому что места красивые, места интересные, есть что посмотреть. Земли, прилегающие к озеру, находятся в аренде СПК Харп. Поэтому в сентябре участники экспедиции планируют провести встречу с руководством, чтобы обсудить возможность организации туда туристических экспедиций для местных жителей и гостей округа. Современное искусство теперь в Наринмаре. Под открытым небом на площадке перед деловым центром Арктика открылась уникальная выставка «Аллея Победы». Скульптуры приехали к нами с Петербурга, а с ними и несколько мастеров. Посмотреть на их работы можно даже ночью, уверяют организаторы. Еще год назад подобный проект «Современная выставка под открытым небом» мог показаться фантастическим для региона. Организаторы до последнего не были уверены, что приедут в Наринмар. Сложная транспортная схема, неблагоприятные погодные условия и отсутствие опыта региона в организации подобных мероприятий помогло огромное желание и неравнодушные к искусству люди. Это очень приятно оказаться в такой теплой, буквально теплой дружеской обстановке, в которой мы сейчас с вами находимся, которая нас здесь окружала. И надеюсь, что у нас теперь будут очень плотные художественные контакты. Выставки Наринмара будут экспонироваться в Петербурге. Наши выставки петербургские будут приезжать сюда. Целый год организаторы формировали выставку специально для Наринмара, а посвятили ее главному празднику будущего года. Не секрет, что следующий год у нас полностью посвящен самому главному событию в истории нашей страны 20-го века – это победе, великой победе в Отечественной войне, Второй мировой войне. И, конечно же, вклад каждого жителя тогдашней нашей страны, его невозможно переоценить. И память потомков, она должна жить. И, конечно, искусство, как ни что другое, служит для поддержания этой памяти. Экспозиция представлена 13 работами. Скульптуры сделаны из бронзы, камня и других материалов, способных выдержать ненастную северную погоду. Сделана работа из стали, самой мягкой стали, которая есть. Она низковлеродистая, мало подвержена коррозии. Это может экспонироваться в обычных условиях, под открытым небом, под дождем. Скульптуры Игоря Андрюхина «Жернова» выполнена с глубоким философским смыслом и трепетом. По лучам сварки заметно, что рука мастера дрожала. Это придает ей особый шарм. А это «Дети войны» и реквием – прекрасные работы Натальи Карповой. Выставка представлена не только произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Есть здесь и авторские работы, навеянные скульптором, спортом или другими видами деятельности. Вот эта работа называется «Окаменелость». Я вдохновлялся раскопками. Может быть, это как-то связано с исчезнувшими животными, с мамонтами. Похоже на гигантскую кость. Организаторы отмечают, тема войны неразрывно связана с темой мира, человеческой жизни, стремлением людей к самосовершенствованию, развитию и достижению новых горизонтов. Именно этим смыслом наполнена скульптура Антонины Фетхулиной «Золотой воин». Человек с компьем, нацеленный на победу. Уникально для заполярной столицы проект выставка «Аллея Победы» призвана ознаменовать развитие современного искусства в нашем регионе. Напомним, она будет открыта для всех желающих до 15 сентября.